2 апреля 2015 года в ГАИ города Киева случилась неприятность. Туда с обыском пришли работники прокуратуры, а также сотрудники СВБ МВД Украины. Обыск также был проведен в квартирах и домах руководства ГАИ. Всего было изъято около 3 миллионов гривен. Первым об этой новости написал глава МВД Украины Арсен Аваков на своей страничке в Фейсбуке. Послам Авакова было возбуждено уголовное дело по факту организации руководством ГАИ схемы поборов с районных отделений МРЭО города Киева. В рамках этой спецоперации был задержан, арестован начальник отдела экзаменационно-регистрационной работы ГАИ города Киева. Послам Авакова, создателем этой преступной схемы является начальник ГАИ города Киева Николай Макаренко. Однако Макаренко задержать не удалось, ведь послам Авакова, он скрылся с своего рабочего места, убежал из Украины и пересек границу с Белоруссией. Видимо, за некоторое время до прихода работников прокуратуры Николая Макаренко предупредили, и потому ему удалось сбежать, и теперь его, естественно, невозможно задержать, невозможно допросить. В связи с этим возникает вопрос, является ли это уголовное дело против ГАИ города Киева какой-то спецоперацией, действительно, по выявлению коррупционеров, искренним намерением, как пишет Аваков, победить незаконные действия в ГАИ, или это же является просто пиар-компанией министра? Лично я считаю, что это действительно пиар-компанией министра, и вот почему. Дело в том, что 31 марта 2015 года, то есть два дня до этого, работники Генеральной прокуратуры, а также СБУ, провели обыск в здании Министерства внутренних дел на Богомольце-10, в частности, в кабинете заместителя Авакова, заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря. Чеботарь подозревается в разворовывании бюджетных средств в особо крупных размерах, а также, согласно сообщениям СМИ, и об этом публикован на сайте Дорожный контроль, Чеботарь занимается крышеванием одной из автотранспортных компаний, которая получает ежемесячную дань. Когда эта новость появилась в СМИ, естественно, это было ударом по репутации Авакова, и ему нужно было срочно предпринять какие-то ответные меры. По моему мнению, он в течение одного-двух дней придумал это уголовное дело против руководства ГАИ, чтобы информационно перебить вот этот негатив, который пошел в его адрес. По всей видимости, я думаю, что происходило так. Начальнику ГАИ города Киева Николаю Макаренко сказали, «Ну вот, Коля, свое отработал, год нормально заработал денег, вот тебе чемодан, давай собирайся, уезжай в Белоруссию, там, может, в Европу поедешь, может, в США уедешь, неважно. Быстренько сейчас уезжай, мы проведем обыск у тебя в управлении, задержим там пешку начальника этого отдела, проспиаримся, покажем, какие мы крутые. Ну, фактически, ты не понесешь никакого наказания, поскольку мы тебе дали возможность убежать». Ну, собственно, так и произошло, что действительно Николай Макаренко убежал, дело возбудили, об этом показали по телевидению, там, посредством массовой информации. Аваков предстал героем-победителем, борцом с коррупцией. Ну, по факту, никто задержан не был, никто не пострадал, а на растерзание дали какую-то пешку. Я уверен, что в ближайшее время последуют другие аналогичные, возможно, уголовные дела задержания, но, как правило, их фигуранты либо будут просто убегать, то есть скрываться от следствия, либо их будут задержать, а потом упускать под залог, а впоследствии закрывать уголовные дела, но уже об этом никому интересно не будет. Хочу обратить внимание, что когда записывалась эта видеозапись, стало известно, что глава МВД Арсеноваков сегодня уволил начальника ГАИ Украины Анатолия Сиренко. Собственно, о том, что Анатолий Сиренко будет уволен, дорожный контроль писал еще в декабре 2014 года, то есть был дан такой прогноз. Ну вот, собственно, после этих действий по руководству ГАИ города Киева, Сиренко оказался вторым человеком, который лишился своей должности. То есть, собственно, вот этот прогноз, который я сейчас дал, полностью подтверждается. Сейчас, опять-таки, в средствах массовой информации пошла наплыв, что Аваков уволил Сиренко. Аваков представляется таким героем-победителем, который борется с коррупцией. Хотя хочу обратить внимание, что непосредственно Аваков назначал Сиренко на должность руководителя ГАИ сразу после победы Евромайдана, когда стал министром. Аналогично назначался должность и Николая Макаренко. То есть, фактически, это все команды министра. Однако, вот сейчас он бросил их, расправляется с ними таким образом, для того, чтобы пропиариться в средствах массовой информации. Потому я прошу граждан более скептически к этому относиться, более, как сказать, оценивать реально поступки Авакова. Ведь главные коррупционеры, главные преступники, те, кто действительно занимается серьезными преступлениями, находятся непосредственно в Министерстве внутренних дел. Это заместители непосредственно самого Авакова. Но сейчас, в угоду, так сказать, требованиям общества, он решил немного подправить ГАИ, чтобы просто набить себе пиар. Хотя, фактически, тот же Сиренко, который тоже замешан в этих коррупционных всех делах, не понес никакого наказания. Его просто уволили без каких-либо юридических последствий. Я об этом еще в дальнейшем расскажу в новых репортажах. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok